Мы победили. Эти уже легендарные слова, написанные на стене Рейхстага. Ее макет занимает значимое место в этом помещении. В единственном за Уралом общественном музее, он расположен в центре гражданско-патриотического воспитания, сегодня одни школьники сменяют других. Об оружии Великой Отечественной войны и о быте солдат в те дни рассказывает Сергей Наточилов. Председатель комитета ветеранов собирает вместе с коллегами разные экспозиции уже 12 лет. У нас постоянно экскурсии проходят. За прошлый год прошло 203 экскурсии, плюс еще 22 выездных. Поэтому мы пытаемся ребятишкам рассказать и по истории Великой Отечественной войны, потому что в школе всего 4 часа отведено на эту программу. Мальчишкам интересны оружие и техника. Одно дело прочитать в учебнике, увидеть на картинках или фотографиях, а другое приблизиться и оценить. Сейчас очень большой поток информации. У них очень много, у нас так не было, а у них очень много информации. И вот нам главное, чтобы они могли разделить эту информацию. Что художественный вымысел, что достоверные факты, на что можно опереться, какие традиции у нашего народа. Уроки в честь Дня Героев Отечества проходят во всех школах города. Больше всех повезло ученикам гимназии номер 140. К ним на разговор пришел герой России Дмитрий Перминов. Его сослуживец, обладатель Ордена Мужества Александр Мошкин и замначальника СОБРа Аркадий Марченко. Дмитрия Перминова. Ребята спросили, как он не пал духом после тяжелой травмы. Во второй чеченской войне снайпер роты разведки спецназа своим подвигом спас товарищей, отбросив прилетевшую в окоп гранату F1. Потому что были родные и близкие рядом люди, друзья, которые меня не жалели, а вот говорили, тебе надо учиться, ты должен поступить там в академию. Я поступил в академию. Тренер, который мне сказал, приходи на тренировки, занимайся там спортом. Я начал ходить на спорт. В том же бою ранили в ногу его сослуживца Александра Мошкина. Чтобы в вашей жизни никогда не было слова война и боевые действия таких друзей и близких. Почтив минутой молчания тех, кто удостоен высоких наград посмертно, участники встречи по традиции сделали общую фотографию на память и от души поблагодарили гостей за визит. Евгений Нифанов, Антенна 7.